Ну а мне ничего не остается, как сейчас пригласить нашего второго выступающего. Я приглашаю Дмитрия Викторовича Зубкова, руководителя субботней школы личного служения Евро-Азиатского дивизиона, который предложит вам второй семинар в нашей пятой сессии. Пожалуйста, Дмитрий Викторович. Спасибо. Друзья мои, приветствую всех вас. Мне очень приятно быть вместе с вами сегодня и продолжать проводить те тренинги, которые мы начали на прошлой сессии. Я думаю, что вы немного подустали, вот сейчас, поэтому расслабьтесь. Вот, возможно, вам нужно будет несколько минут, чтобы воды попить, возможно, необходимо вам, чтобы отдохнуть немножечко, и дальше мы будем приступать уже к следующему семинару. Хочу вам передать приветствие от Всемирной Церкви нашей, Божьей Церкви, в которой в настоящее время есть уже больше 23 миллионов человек. Это наши братья, сестры. А посетителей субботней школы почти в два раза больше. Поэтому посещайте субботнюю школу. Ну и хотел бы вам рекомендовать, прошу прощения, хотел бы вам рекомендовать, чтобы вы могли вовремя приходить на субботнюю школу. Часто я наблюдаю такой момент, что когда начинается субботняя школа, у нас несколько человек только в зале, потом мы подтягиваемся, и уже к проповеди у нас полноценная церковь. Цените тем, что вы имеете возможность прийти на субботнюю школу. Приучайте к этому детей. Потому что дети очень нуждаются также в дисциплине. И когда они знают, что родители вовремя идут на богослужение, они точно также будут вовремя приходить, когда они вырастут. Если вы сегодня на субботнюю школу не приходите вовремя, возможно, и ваши дети не смогут приходить на проповедь даже. Потому что они будут считать, что это не совсем так важно. Вот такие моменты, которые еще хотелось бы сказать. Но хотел поблагодарить Рустема Эльдаровича, который провел такой замечательный семинар. И мы с вами будем далее исследовать тему, которая будет говорить нам, как найти человека и как нам построить мост доверия. Я думаю, что для вас тоже это очень такая, можно сказать, больная тема, потому что многие из вас уже неоднократно пытались сделать все возможное для того, чтобы можно было найти человека, как его найти, кому рассказать, в каких обстоятельствах, в какое время и так далее. Действительно, очень интересная тема. Ответ на нее есть в Священном Писании. И мы находим неоднократно в Евангелии тему, как апостолы проповедовали Евангелие, как церковь проповедовала Евангелие. Но основу, за основу мы возьмем Иисуса Христа. Он был мастером в проповеди Евангелия. Еще хотел бы вас попросить, если у вас есть интернет, обязательно напишите нам, где вы нас смотрите, в каких городах. Для нас это очень интересно и важно. Потому что мы хотели бы, чтобы от Дальнего Востока и до самой западной точки, до Калининграда, во всех городах, чтобы смотрели именно эту школу дистанционного обучения. Итак, сегодня, друзья мои, я хотел бы, чтобы вы открыли, пожалуйста, откройте Евангелие от Иоанна, 4 главу, с 4 по 6 текст. «История о Самарянке». Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 4 по 6 текст. Здесь описана история, когда Иисус Христос встретился с Самарянкой. Все тексты мы читать не будем, потому что это будет очень продолжительно. Я вам только буду говорить о том, на какие тексты обратить внимание. Итак, однажды Иисус Христос путешествовал по Галилее, и Он пришел в город Сихарь. Он устал и сел у колодца, и Он ожидал. Кого? Давайте мы посмотрим седьмой текст. Обратите внимание на седьмой текст. Еще, друзья мои, буду я каждый раз призывать вас к тому, чтобы вы носили с собой Библию. Всегда, чтобы при вас была Библия. Электронным вариантом пользуйтесь, но лучше пользуйтесь. Печатным вариантом – это лучший вариант, потому что вы будете знать Священное Писание. Кстати, очень хорошее правило, что библейские тексты, чтобы его найти, нужно учиться находить за три раза. То есть, мы открыли один раз, мы знаем, где книга, второй раз, где глава, и третий раз, где текст уже сам. Итак, Евангелие от Иоанна, четвертая глава, и седьмой текст. Евангелие от Иоанна, четвертая глава, и седьмой текст. И здесь записаны такие слова. «Приходит женщина из Самарии». То есть, мы смотрим ситуацию. Иисус, путешествуя, остановился у колодца. Почему? Он знал, что там будет обязательно человек. Может быть, через 20 минут, может быть, через полчаса, но он обязательно придет, потому что люди шли к колодцу. Поэтому первое правило, которое мы должны запомнить, что нам необходимо общаться с людьми, об этом уже сегодня было сказано, нужно общаться с людьми, и нужно искать то место, где присутствуют люди. Может быть, даже искать не придется. Итак, приходит женщина. Девятый текст. Когда Иисус Христос задает ей вопрос, и обратите внимание, он говорит, «Дай мне пить». И эта женщина отвечает, девятый текст, «Как ты, будучи иудей, просишь у меня пить?» Почему Иисус Христос задал вот этот вопрос и попросил у нее воды? Для того, чтобы начать разговор, очень важно, друзья мои, чтобы найти простую, но важную, актуальную тему. Мы об этом будем сегодня говорить. Дальше он говорит, «Как ты, будучи иудей, просишь у меня пить самарянки?» И вот десятый ответ, десятый вопрос, ответ Иисуса Христа, «Если бы ты знала…» Иисус Христос говорит, «Если бы ты знала дар Божий…» И он поднимает такую интригующую, очень интересную тему. И вот женщина отвечает в одиннадцатом тексте, «Да тебе же и почерпнуть нечем, а колодец глубок». То есть Христос предлагает альтернативу и говорит, «Я тебе могу дать воду». Женщина отвечает, «Да тебе почерпнуть же нечем». Вот. И вот здесь начинается уже беседа. Двенадцатый текст. Это колодец Иакова. А между собой не могут поделить израильтяне северное царство и южное царство. Так чей же это колодец? И вот здесь начинается такая интрига интересная, когда начинается беседа. И вот Христос предлагает в четырнадцатом тексте альтернативу и говорит, «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». И вот женщине уже становится интересно. Она говорит, «Дай мне эту воду, чтобы я сюда больше никогда не приходила». Иисус Христос не отвечает ей на этот вопрос. Обратите внимание. А Он говорит ей в шестнадцатом тексте, «Позови мужа твоего». Посмотрите, несколько таких моментов. Первый, Он попросил воду у нее, «Дай мне пить воду». Предложил свой вариант воды, говорит, «Я тебе дам воду». Она говорит, «Почерпнуть нечем». И Он в это же время говорит, «Позови мужа твоего». Второй вопрос, понимаете? То есть, Иисус Христос завязывает столько вопросов, чтобы у этой женщины пробудился интерес. Хочу сказать, друзья мои, что действительно Иисус Христос является для нас примером. Но вы скажете, «Хорошо, это пастор может сделать, я не могу это сделать». То, что Рустам Ильдарович уже говорил, что этому нужно учиться, этому нужно тренироваться, это возможно. Кроме того, Священное Писание говорит нам, что Дух Святой напомнит вам все абсолютно, что вы будете знать. В прошлый раз я говорил о том и давал домашнее задание, чтобы вы учили библейские тексты наизусть. Друзья мои, продолжайте это делать. Я это делаю. Продолжаю делать, я дал вам задание и сам тоже самое учил на протяжении всего этого времени библейские тексты. Итак, Христос говорит, «Позови мужа твоего». Она говорит, «А у меня нету мужа». И вот Иисус Христос начинает говорить, «Ты правду сказал, что у тебя нет мужа». Он перечисляет, сколько мужей у нее было, и тот мужчина, который у нее дома, тоже не муж ей. И вот Христос переход делает уже к духовным вещам. Женщина говорит, «Я вижу, ты пророк». Иисус Христос не отказывается от этого. И женщина спрашивает, «А где нужно поклоняться? В Иерусалиме или вот здесь на горе?» И вот Иисус Христос уже начинает говорить духовные темы. Говорит, «Настает время», 23 текст, «Настанет время, когда люди будут поклоняться в духе и истине». И женщина говорит, что «Я верю, что придет Мессия». Люди говорят так, да, и сегодня тоже нам такие фразы могут бросать и говорят, что люди говорят, что будет вот так, так и так. А женщина говорит Иисусу Христу, «Я знаю, что придет Мессия». И Христос уже начинает открываться. Это я, который говорит с тобой. Друзья мои, нам нужно до определенного момента держать интригу в общении с людьми, а затем очень важные вопросы поднимать, чтобы человек чувствовал себя комфортно, хорошо, и чтобы он мог получить ответы на духовные вопросы. Это очень важно. Итак, я сейчас хотел бы по этому, по этой цитате, по этой выдержке, которую мы прочитали из Священного Писания, я хотел бы, чтобы мы могли несколько моментов, несколько пунктов пройти. Первый момент, здесь написано уже шаг первый, вы видите нас, но я хотел бы обратить внимание, шаг нулевой, всегда радуйтесь, друзья мои, то есть, благодарите Бога за все и ищите повод, чтобы поблагодарить Бога за то, что Он вам дал. В вашей жизни есть благословенные моменты, на которые вы обращаете внимание, это будет формировать ваш внешний вид, то есть, он будет радостным, вы будете счастливыми людьми, вы будете показывать всем своим лицом, что вы находитесь в общении с Богом. Как же найти человека? Вот этот вопрос у нас общий, как познакомиться с ним и так далее. Друзья мои, первый момент, на который я хотел бы обратить внимание и сказать, не напрягайтесь, не держите себя в напряжении, не держите себя и не чувствуйте себя виновным, если вы до настоящего времени еще не нашли человека. Живите радостно, это первый момент. Почему? Потому что вы дитя Божие. Значит, первый шаг, молитесь. Если вы хотите найти человека, с кем пообщаться, молитесь об этом. Я всегда молюсь, когда я еду в путешествие или когда буду находиться в обществе, я молюсь, Господи, если там будут люди, с кем не нужно пообщаться, и ты видишь, что эти люди примут эту весть, которую я буду говорить, а может быть, это будет в освидетельство, дай мне знак, дай мне увидеть этого человека. Итак, вы молитесь, если вы молитесь, Бог вам будет искать человека, если вы самостоятельно начинаете искать человека, возможно, дьявол поможет вам найти того человека, который будет искать свободные уши, то есть, чтобы отвлечь ориентир от евангельской работы. Поэтому, когда вы хотите общаться с человеком и преподнести ему библейскую истину, молитесь об этом. Обычно я не молился дольше двух недель, вот, когда я хочу пообщаться, я не молюсь дольше, чем две недели, и Господь удивительным образом просто открывает возможности, чтобы пообщаться с человеком и чтобы открыть ему истину. Но это очень важный момент, молитесь. Однажды я, ну, буквально недавно это было, когда я ехал с одним человеком, и перед этим я молился буквально несколько дней, Господи, ты пошли мне того человека, с кем бы я пообщался, я начал общаться с этим человеком, получилась очень интересная беседа. Второй вариант, который бы тоже хотел вам представить, не всегда бывает, но все гладко, все интересно, и все правильно, чтобы мы могли открыть людям истину. Еще один человек, с которым я ехал, этот человек оказался тем, кому я несколько раз пытался донести истину, а он настолько был увлечен грехом и аморальностью, что к нему эта библейская истина просто не лепилась, он не мог, он отвергал всем своим существом, что необходимо было сделать, я переключился на другую тему, вот, и продолжил с ним дальше беседу, поэтому, для того, чтобы найти человека, необходимо очень много уделить время молитве, вы будете удивлены, когда вы встретите человека, которому сможете открыть истину, и как он будет воспринимать, почему, потому что Дух Святой влияет на этого человека, хорошо, идем дальше, шаг второй, всегда ожидайте, то есть, когда вы молитесь, продолжайте молиться, и ожидайте тот момент, когда Господь вам пошлет навстречу человека, мне очень нравится история из книги Деяний Апостолов, эта история говорит о том, восьмой главе, как Господь повелевает Филиппу и говорит, ты пойди на дорогу называемую прямую, там встретишь человека, ну и так далее, и действительно Филипп это сделал, и он встретил Ефиоплянина, возможно, Филипп хотел бы кого-то другого встретить там, но встретил Ефиоплянина, не всегда те люди, на кого мы рассчитываем, а не те, которых послал нам Господь, поэтому ожидайте вот этот момент, почему я так говорю, Иисус Христос, когда пришел к колодцу, то Самарянки там еще не было, но он ожидал вот этот момент, ждите, Господь вам четкие указания даст, и он покажет вам, что вам необходимо делать, переключаться на другого человека, или работать вот с этим человеком, который к вам пришел, ожидайте вот этот момент, явно вам будет дан какой-то знак, я уже говорил об этом человеке, первым я буду дальше рассказывать о том, какие положительные моменты были, вот этот человек, с которым я ехал, и я начал с ним беседу, и вы знаете, у него я увидел интерес, когда есть какой-то интерес, это четкий знак от Бога, человек может противоречить, человек может что-то говорить по-другому, не так, как мы хотели бы, чтобы это было, но у него будет интерес, когда есть интерес, продолжайте говорить, вот, ожидайте вот этого момента, шаг третий, интересуйтесь человеком, его нуждами, его переживаниями, но, конечно же, еще хочу сказать, есть такое выражение, знаете, может быть, оно грубоватое, когда говорят, не лезь мне в душу, да, то есть, мы должны интересоваться, чтобы нас интересовали переживания, нужды человека и так далее, но интересоваться не больше, чем этого желает человек, и нужно предлагать помощь, вот, давайте посмотрим, как Иисус Христос говорит в 10 тексте, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит с тобой, дай мне пить, то ты бы просила у него воду, и он дал бы тебе пить воду живую, он предлагает альтернативу, он предлагает помощь, говорит, давай я тебе дам воду, значит, интересуйтесь и предлагайте помощь, шаг 4, покажите альтернативу, и вот Христос показывает, ну, такую альтернативу, сначала интрига была, да, и он предлагает альтернативу, говорит, ты каждый день ходишь за водой, если бы ты знала, какая вода у меня была, есть, ты бы сама просила у меня, вот, посмотрите, тема какая была затронута, вода, да, то есть, он не поднимает сначала вопросы духовности, где поклоняться, он не поднимает национальные вопросы, эти вопросы вообще не нужно, не нужно поднимать, и вот эта женщина, когда, когда пришла к колодцу, Иисус Христос говорит, дай воды попить, то есть, тема воды, хочу сказать, друзья мои, что у вас может быть несколько тем, здоровье актуальна, тема о здоровье, конечно, актуальна, нам есть о чем говорить, очень много у нас есть тем, которые мы можем поднять по здоровью, важно их просмотреть, проверить, то есть, поднимайте ту тему, которая вам интересна, это очень важно, теперь, шаг пятый, ищите волнующую тему, которая волнует человека, скажите, пожалуйста, вопрос здоровья волнует богатых или бедных людей, и тех, и других, хорошо, вопрос детей, семьи, волнует, какой, кого из людей волнует, богатых, бедных, образованных, необразованных, кого интересует, родителей, да, вот, не всем, не всем можно сказать, но родители, для родителей это очень интересно, есть нам что дать, для родителей, конечно, у нас масса материала, то есть, ищите волнующую тему, которая волнует именно вот этого, вот этого человека, допустим, водителя, который едет за рулем, да, его интересует своя тема, всех интересует вопрос здоровья, а погода кого интересует, когда не о чем говорить, да, вот тогда начинает говорить о погоде, с погоды можете начинать, есть библейский текст, мы чуть дальше с вами посмотрим эти библейские темы, итак, нам нужно смотреть, какую волнующую тему мы сможем поднять, что человека интересует, а каким образом мы сможем поднять какую-то волнующую тему, хочу сказать вам, сегодня говорилось о том, что человек, когда пришел в церковь, запомните это правило, это очень важное правило, в течение скольки часов мы должны с человеком дальше уже проконтактировать, 36 часов, вы хорошо это запомнили, да, так вот, смотрите, каким образом искать волнующую тему, когда мы только встретились с незнакомцем, не молчите, начинайте говорить, сегодня очень молодежь развита особенно, допустим, едете вы в транспорте, или находите в самолете, у вас, когда вы сели только рядышком, у вас буквально максимум одна минута, чтобы начать, максимум одна минута, чтобы начать с человеком разговор, иначе, наушники сюда, включают фильм, всю дорогу смотрите, а вы только молитесь, то есть необходимо нам найти вот этот момент, кратенько, одна минута, чтобы с человеком пообщаться, вы знаете, у меня тоже был такой момент, когда-то одна женщина пришла в самолет, сумка тяжелая, женщина маленькая, вот, и я взял, помог ей сумку поставить, промолчи вот здесь 10 секунд, и дальше разговор тоже не пойдет, пошел разговор, супер разговор, мы так хорошо пообщались, на разные темы, и о здоровье говорили, и о поэзии говорили, о многом говорили, понимаете, но важно не забывать, что у нас духовные вещи, шаг шестой, отвечайте на духовные темы, помните, прошлый раз мы с вами говорили, чтобы отвечать на духовные темы, нужно хорошо знать священное писание, ну, ну, как хорошо знать, важные, актуальные тексты священного писания, которые заинтриганы, заинтригуют другого человека, итак, нужно отвечать на духовные вопросы, помните, прошлый раз мы с вами еще говорили, что нужно знать библейские истории, учиться их рассказывать, друзья мои, это настолько увлекательно, настолько хорошо, настолько интересно, я получаю от этого просто удовольствие, я искренне говорю это, потому что несколько тем, ну, все библейские истории практически, я знаю, все библейские истории, но чтобы преподнести эту библейскую историю с интригой, за три минуты, помните, мы с вами говорили в прошлый раз, три минуты нам необходимо для того, чтобы рассказать библейскую историю, три-пять минут, и особенно важно, друзья мои, тренируйтесь, на это, возможно, уйдет у вас немножко времени, до пяти минут, чтобы вы научились рассказывать план спасения, вот эту историю нашего мира, хочу сказать вам, что мы сейчас готовим материал, полный материал, с тренингами, со всем, чтобы можно было, постараемся до сентября месяца, постараемся до сентября месяца, сделать этот материал, чтобы вы могли его получить, но не ждите материал, уже начинайте детям, сестрам, братьям, соседям, рассказывать библейские истории, это поможет вам, научиться иметь контакт с людьми, Иисус Христос, когда говорит с этой самарянкой, общая тема, которая у них была, это колодец Якова, вот это общая тема, и одного, и второго, и вот, вы знаете, это помогло, помогло этой женщине найти контакт с Иисусом Христом, когда она знала это, это шаг седьмой, побуждайте людей принять Иисуса Христа, друзья мои, Господь дал нам это поручение, Он дал нам это повеление, и нам это необходимо делать, итак, давайте перечислим снова, шесть шагов, первое, нам необходимо молиться, запишите себе, если вы записываете, это лучший вариант, для того, чтобы запомнить, записать, и тогда у вас все это будет в разуме, шаг второй, ожидайте, не спешите, но помните, на протяжении всей жизни необходимо находиться в радости, никогда не унывайте, если у вас, вы еще не встретили человека, с которым вы пообщались бы, шаг третий, интересуйтесь, предлагайте ему помощь, если человек в чем-то нуждается, предложите ему эту помощь, четвертый шаг, покажите альтернативу, то есть, есть вариант, немножко лучше, однажды, я разговаривал с одним человеком, тоже беседовал, вот по этой стратегии, которую я вам сейчас рассказал, по этой стратегии, я тоже шел, и я беседовал вот с этим человеком, вот, и он рассказывает, что, я, говорит, хотел бы уехать, уехать за границу, жить за границей там, я спросил его, были ли вы за границей, нет, говорит, еще никогда не был, но уже хочет, он, есть такое желание, я говорю, мы говорили о разных странах, в каких странах более развитая экономика, менее развитая экономика, в каких странах хорошо развита, люди комфортно живут, и вы знаете, я переключился на то, и спрашиваю, знаете, какая причина, и причина того, что люди чувствуют себя комфортно, говорю, потому, потому, что там действуют правила, которые записаны в Священном Писании, кстати, вы когда-нибудь читали Библию, или не читали, вот эта фраза у меня, и этой фразой я очень часто пользуюсь, кстати, вы читали Священное Писание, или нет, это очень такая интересная фраза, которая помогает человеку понять, что вы ему ничего абсолютно не навязываете, вот, вот эта свободная форма общения, она очень хорошая, друзья мои, когда будете, ну, придете домой, несколько раз, прочитайте Евангелие от Иоанна, несколько раз, вот эту четвертую главу, которую мы с вами проходили, и вы увидите, насколько Иисус Христос мудро подходит ко всем, ко всем вопросам, следующее, покажите альтернативу, да, пятый шаг, ищите волнующую тему, что человека волнует, отвечайте на духовные вопросы, ищите, каким образом вот этот мостик построите, шаг седьмой, побуждайте принять человека Иисуса Христа, очень много различных вариантов, по которым можно пойти, и я прислушиваюсь к тому, какие побуждения есть у человека, например, с одним человеком, я буду говорить о погоде, с другим человеком, о здоровье, вот с этим человеком, о котором я говорил, о том, какие страны, какие страны лучше, какие нет, я даже и не планировал, чтобы говорить об этом, а потом я открыл ему книгу Откровений, 21 главу, я ему говорю, но есть страна, в которой нет смерти, во всех странах в этом мире смерть существует, какая бы ни была развитая страна, но люди умирают, и вот в этот момент я открываю, 21 главу Евангелия, книги Откровения, и я показываю, что там будет, и чего не будет, смерти не будет, плача, вопля, болезни не будет, а он врач, он говорит, это удивительно, но как это может быть, все-таки мы живем в этом мире, когда, то есть я увидел его интерес, а потом уже дальше все, и мы пошли только по этой теме, еще один момент, друзья мои, на который хочу обратить внимание, когда человек перепрыгивает с вопроса на вопрос, это не лучший вариант, чтобы отвечать на все вопросы, которые он задает, вы ему скажите, очень интересная и важная тема, давайте мы ее оставим на другой раз, я хотел бы закончить вот то, о чем мы с вами начали говорить, тогда у человека будет, ну как конструктор сложенный, знаете, уже все, все детали сложены, и появилось уже какое-то понимание, что же будет в вечности, а потом задали, допустим, вопрос о снах, как же, как же сон, как же относиться ко снам, хорошо, давайте мы оставим этот вопрос, на следующий раз, то есть старайтесь, недолго, но одну тему поднять, теперь еще такой момент, который делал всегда Иисус Христос, он никогда не договаривал до конца, раскрыл всю полностью истину, и все, он давал возможность, чтобы человек начинал думать, то есть, когда вы открыли тему, перейдите снова на какие-то бытовые вопросы, вы увидите расположение человека, когда человек уже расположен, и потом можно переходить уже на другие темы, вот такие нехитрые, простые правила, которые есть, но которые работают, очень хорошо, давайте мы посмотрим правила для запоминания, запишите их, друзья, это очень важно тоже, начинайте беседу с актуальной темы, то есть, если произошло какое-то землетрясение, то о чем мы будем говорить, ну не о свадьбе, естественно, если ее нету, вот, и не о любви, если произошло землетрясение, давайте будем говорить, говорить о том, как люди страдают, но, друзья мои, не открывайте Библию, в самые первые свои две минуты, которые, когда вы только начали с человеком беседовать, не нужно, говорите о том, как люди переживают, как страдают, я еще никогда не говорил на тему землетрясения, но я бы, если бы произошло, это что нужно было бы говорить, я бы привел свой пример, когда я, допустим, служил в Кишиневе, в Советской Армии, и я когда-то узбекам сказал, вечером, говорю, никогда не видел, и не слышал, как происходит землетрясение, хотелось бы увидеть, как это все происходит, а они говорят, зачем тебе это видеть, ну и так далее, и я этой же ночью, это было в 1986 году, такое мощное землетрясение было, что я лично видел, как волны шли по земле, я бы эту историю рассказал, допустим, в своей беседе, а потом дальше бы общался, естественно, человек не молчит, о чем-то говорит, и после этого, вы можете сказать, кстати, в Библии, недавно я прочитал, одно такое пророчество, что в последнее время, перед вторым пришествием Иисуса Христа, будет очень много землетрясений, а вы когда-нибудь читали Евангелие, и пошла дальше беседа, человек интересуется, не интересуется, очень мало людей, хочу вас заверить, очень мало людей, которые не проявляют интерес, когда вы начинаете говорить о Библии, за все время, сколько я беседую с людьми, это уже больше 25 лет, я встретил только двоих, которые категорически не хотели говорить вообще о Библии, поэтому, друзья мои, вы не думайте, что люди не интересуются, интересуются, важно правильно подойти к этому вопросу, итак, начинайте беседу с актуальной темы, если у человека дети, и человек интересуется, вот, как детей воспитывать, и так далее, говорите о детях, если человек водитель, говорите с ним, как с водителем, если вас, вы, допустим, кулинар, или человек интересуется этой темой, расскажите ему об этом, а потом можно перейти о том, о том, что Господь сказал относительно пищи, задавайте подходящие вопросы, сегодня существует закон о персональных данных, то есть мы не должны так говорить, и так спрашивать, друзья мои, чтобы человек чувствовал себя некомфортно, а потом даже обвинил вас в том, что вы что-то пытаетесь у него спросить, такое личное, вот, что человеку, что не подходит к этому разговору, поэтому задавайте подходящие нормальные, нормальные вопросы, вот, естественно, не задавайте вопросы, в какой квартире вы живете, вот, какая зарплата у вас, вот, сколько вы получаете, или какая у вас пенсия, друзья мои, это неэтично, вообще неэтично, для нас, христиан, мы должны задавать те вопросы, которые, на которые человек будет чувствовать себя комфортно, когда будет отвечать, следующий момент, соглашайтесь, так говорит дух пророчества, соглашайтесь максимально с тем, о чем говорит собеседник ваш, но если, конечно, это уже противоречит священному писанию, вот, допустим, вчера я услышал, услышал один, один такой вариант от женщины, которая тоже интересуется темой 144 тысяч, вчера у нас, кстати, была эта тема, на уроке субботней школы, и она говорит, что 144 тысячи, это люди, которые умирают, возносятся к Богу, и там они становятся соправителями Бога, можете вы с этим согласиться, конечно, нет, но вы можете сказать, да, это очень интересный вопрос, я тоже много исследовал священное писание, и смотрел от 144 тысяч, и один, и второй, и третий текст, но для этого нужно знать эти тексты, для того, чтобы говорить, поэтому там говорится, то есть вы не сказали человеку, вы не правы, потому что если вы скажете, вы не правы, естественно, этот вопрос уже вы поднимать не сможете, вы скажете, очень интересный вопрос, и в Библии сказано об этом, книге откровений сказано в 7 главе, в 14 главе, вы говорите об этом, но говорите уверенно, человек видит, что вы понимаете, и он начнет соглашаться с вами, то есть соглашайтесь настолько, насколько это возможно, с человеком, ну а теперь мы смоделируем такую ситуацию, друзья мои, я хотел бы показать, это только моделирование ситуации, потому что, когда вы в реальной жизни находитесь, у вас появляются другие вопросы, другие мысли, другие темы, а это можно сказать так, искусственное, что мы хотели бы предложить вам, сегодня я хотел бы пригласить сюда Григория Иларевича, многие из вас знают его, вы хотите сейчас побыть таксистом, да, вместе со мной, давайте ближе к микрофону, чтобы вас все слышали, представьте себе, вы едете в аэропорт, что я еду, да, именно так, в аэропорт, ну, в Шереметьево, Домодедово, или аэропорт в Минске, или в Кишиневе, где бы я ни был, где бы я ни был, я стараюсь пообщаться с людьми, потому что мне интересно, как люди там живут, и я только сел в машину и хлопнул дверью, первый момент, что мне нужно сделать, это поздороваться с человеком, добрый день, добрый день, нужно ли, пожалуйста, пристегните ремень, а пристегнуть ремень, вы пунктуальный человек, вы законопослушный человек, посмотрите, он сказал об этом, мне нужно обязательно продолжить этот разговор, если я не продолжу в течение одной минуты, считайте, я его потерял. Я включу музыку. А какую, ближе немножко к микрофону и громче говорите, да, спасибо, да, какую музыку вы любите слушать? Нет, если вы не начнете разговор, я включу музыку, и разговора не будет. Отлично, видите, отлично, Григорий Иванович тоже очень много беседует с людьми, видно, что человек уже опытный, если они разговаривают, только поздоровался и сел, водитель включит музыку, и все, больше с ним говорить не будете, или нужно будет полдороги молиться, для того, чтобы Бог открыл еще какую-то возможность, но если я сажусь, и он сказал, пристегните ремень, и я говорю, вы законопослушный человек, и он спрашивает, естественно, всегда водитель спрашивает, я не ошибся, мы едем в аэропорт, я говорю, да, я ему, он задает мне вопрос, вы едете в аэропорт, я говорю, да, в аэропорт, во сколько ваш рейс, мы будем торопиться, да, через два часа, ровно через два часа наш рейс, слава Богу, у нас есть время, торопиться не будем, есть время, да, дорога свободная, 40 минут мы уже, то есть торопиться не будем, конец рабочего дня, уже уставший, да, а вы каким образом работаете, сутки, через сутки, вот какой у вас вообще график работы, каждый день по 12 часов, каждый день, не устаете, Яндекс такси больше не позволяет, только 12 часов, и они просто отключают программу, И получается, что вы каждый день работаете? Ну, в принципе, да, иногда выходной беру, один, когда сильно устал. А какой обычно выходной вы берете? Ну, воскресенье стараюсь, когда 7, я думаю, Ну, это очень хорошо, посмотрите, мы ускоряем этот процесс, потому что у нас остается всего 6 минут, мы ускоряем этот процесс, но посмотрите, друзья мои, вот этот разговор нужно немножко продолжить, хотя бы 10 минут, чтобы у нас был просто бытовой разговор. Я переключаюсь потом обычно на автомобиль. Допустим, он приехал на автомобиле Volkswagen Passat. Вот. Я знаю эти автомобили, возможно, вы не знаете, вы можете не говорить об автомобилях. На каждой, на каждую ситуацию есть своя тема. Я обычно спрашиваю, как вообще этот автомобиль, нравится вам? Да, неплохой, я уже второй год на нем езжу, слава богу, все нормально. Хороший, качественный. Хороший двигатель, экономичный двигатель, все нормально, слава богу. Я доволен. Я рассказываю о своей машине, на какой я езжу. Я говорю, что, допустим, у меня был и Volkswagen тоже, и Audi было у меня, и были другие машины, но говорю, я уже вступаю в разговор, для того, чтобы он тоже понимал, что я не только интересуюсь машиной, потому что, если я только о его машине буду спрашивать, и если я его еще спрошу, что, а у вас полный бак бензина, если я буду еще задавать вопросы, а машина не поломанная, у него начнется подозрение, почему я это спрашиваю. То есть, я рассказываю о своем варианте. Я говорю, да, у меня были Volkswagen, Audi, Toyota была, какой бы вы задали вопрос мне? Я как водитель, да? Да. А как вам Toyota? Я хотел бы поменять машину, вот и думаю, какую сейчас выбрать. Ну, Toyota хорошая, но вот Audi более комфортная, Ну да, я слышал, мне друзья рассказывали, но она дорогая, чуть дорогая. Да, она дорогая. Для меня это сложно. А вам какая больше всего нравится машина? Да, я еще не определился, пока вот привык к этому Passat. Друзья мои, вот смотрите, мы продолжаем разговор, но я молюсь в мыслях, и я ожидаю момент, когда не он спросит меня, а я затрону какой-то библейский вопрос. Какой-то библейский вопрос. А Бог уже вам ответил, потому что я сказал, слава Богу, и можно спросить, а вы верующий человек? Абсолютно верно, но вы пока что водитель. А я же сказал, слава Богу. Да, все правильно. Григорий Иванович, мы сейчас моделируем ситуацию, какая может быть, да. Вы сказали, слава Богу, но я скажу вам так, что я, вот для вас это зацепка, да, для меня это не зацепка, я ожидаю чуть больше, да, и вот допустим, мы едем по дороге, вот, и водители, ну вот сегодня я ехал на эту встречу, вы знаете, об одном человеке я просто молился, чтобы он никого не задел, никуда не влетел, понимаете? Это часто бывает, встречаются такие моменты. Смотрите, друзья мои, я жду этого момента, эти моменты часто повторяются, поэтому я использую не просто какой-то вдруг случившийся вариант, а я часто использую вот эту некультурную езду, манеру вождения, да, манеру вождения, которая, которая есть у людей. И вот допустим, вас подрезали, вот, вы мне ничего не сказали. Вам ничего, слух сказал. Вы слух сказали, да? Да. Да. Но он допустим, сказал что-то такое, да, даже если человек какую-то нецензуру говорит, я говорю, простите, ну я не хотел бы слышать нецензурные слова, даже в таких ситуациях. А человек говорит, а что вы, ну, чистая у вас такая уже речь. Ну вот, и разговор пошел в отношении чистой речи, и я говорю, почему я говорю чистой речи, я могу перейти на семью. Но вот допустим, я говорю, да, не всегда бывают культурные водители. Ну, бывают и культурные. Бывают и культурные, да, а их больше. Посмотрите, сколько в рядах едут, а вот я человек некультурный. Почему так происходит? Знаете, люди, это неуважение к другим людям. Вы согласны со мной? Да, вы правы, каждый день это наблюдаю, я уже от этого устал. Ну, чем думает человек? Он же создает проблемы для других людей. Сколько раз было, что я чуть не совершил ДТП, у меня пассажиры, иногда с детьми едут, и вот не знаю, чем эти люди думают. Мне понравилось, что вы, мне нравится, что вы соблюдаете законы. Я смотрю, насколько вы аккуратно, красиво едете по дороге. И вы знаете, таких немного водителей, даже таксистов. Нет, я вам говорю искренне, что действительно вы хорошо на дороге, и держитесь, и чувствуете. Я вообще-то, меня с детства воспитывали родители, быть законопослушными, все соблюдать. Меньше проблем, меньше штрафов, и так денег мало зарабатывали, у меня семья кормить надо. Конечно. И другие свои проблемы. если бы люди соблюдали законы, которые существуют, я думаю, что вы согласитесь со мной, что и государство наше было бы просто процветающее. Нет, вы правы, я с этим согласен. Конечно. И меньше ДТП было бы, и жертв меньше было бы. вы читали когда-нибудь Библию или нет? Нет, нет, не читал. Вот, интересно. Вот, меня уже несколько раз, я ввожу час у разных людей, и многие люди о чем-то говорят, я несколько раз, мне некоторые пассажиры говорили о Библии, у меня есть интерес, я хотел бы купить, но только не знаю где, и времени, что-то у меня нету. А вообще, где я могу купить эту Библию? Ну, купить это, это возможно. Библия, кстати, везде одинаковая, и у православной церкви, и католической церкви, и протестантской, то есть, вы в любой церкви можете приобрести свою... пойти где-то в церковь купить. Ну, спасибо, спасибо. У меня есть интерес. Хочу сказать вам, в Библии интересный момент такой, описан, что, и сказаны такие слова, так как они сеяли ветер, то пожнут бурю. Было время, когда у нас такая была пословица в нашем государстве, ты здесь хозяин, а не гость, тяни отсюда каждый гвоздь. Я хочу сказать вам, что вот это выражение я иногда использую. И иногда использую. Для чего? Для того, чтобы вот эту интригу развить. И потом я говорю, что такое ветер. Ветер это поступки людей, да. А что происходит в жизни детей? Они же учатся у своих родителей. Если отец ворвал, то сын что не будет воровать? Вот. Если отец нарушал законы, то естественно, и дети будут нарушать законы. Я сейчас переживаю за своих детей, потому что они сейчас в школу пошли, и боюсь, какое на них влияние могут оказать там сверстники. Видишь, что творится, сейчас смотришь по телевизору, что только не происходит среди подростков. Да, мы с женой об этом переживаем. Я хочу вам порекомендовать, вот когда вы Библию купите, запомните вот эту книгу, книга притчей. Интересно. Начинайте с нее читать. Вы увидите столько рекомендаций. Удивительнейшая книга. Вот, друзья мои, вот так продолжается наш разговор. Мы уже на этом остановимся. Вы еще не уходите, Григорий Иванович. Значит, смотрите, друзья мои, мы подошли к беседе. Вот здесь нужно продолжить беседу. Выбирайте ту тему, о которой можно говорить. Я, например, выбрал бы тему. Вы когда-нибудь слышали о законе Божьем, да? Вот дальше, о законе Божьем. Если он говорит, да, вы слышали о законе Божьем, что есть такой закон Божий? Ну, в принципе, да, я иногда слышал, включая какие-то передачи там бывают, особенно на Пасху, на Рождество там. А какие, что вы знаете из закона Божьего? Ну, не убей, не укради. Ну, да. Вот это очень важная тема. Обычно люди вот так именно отвечают. Не убей, не укради. Вот. Это очень важная тема. А говорю, а там еще написано, почитай отца твоего и мать твою, чтобы проделились дни твои на земле. То есть мы уже пошли вот в этом направлении, я не перепрыгиваю с темы на тему. Но бывают моменты, когда мы по заповедям прошли, важно человеку давать эти заповеди и рассказывать так, чтобы они были интересными. А вот, допустим, написано, не завидуй, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего. Интересно, что я не могу мечтать. Вот я мечтаю, например, да, лучше машину купить, квартиру. Потому что мой сосед, мой друг, например, хорошую квартиру недавно купил, кредит взял, ипотеку, что я не могу мечтать что-либо. Конечно, всегда нужно мечтать. Это очень... А что такое завидовать? А завидовать, это когда, когда человеку делать, ну, как бы сказать, завидовать, это то недоброе качество, которое есть у людей, когда он желает человеку зла. Чтобы у меня лучше было, а у него хуже было. То есть первенство в отношениях. Ну, похоже, я этим не страдаю. Вот и хорошо, отлично. Итак, друзья мои, мы с вами сделали вот эту модель. Спасибо, Григорий Илариевич, большое вам за это моделирование. Вот так мы в своих общинах, в своих церквях, мы тренируемся. Для чего? Для того, чтобы, когда мы будем на поле, так сказать, когда мы встретим человека, чтобы у нас было что сказать. То есть мы здесь, мы здесь эту ситуацию промоделировали. Несколько моментов. Библейские тексты, которые можно изучать наизусть. Второе послание к Тимофею, третья глава, с первого по пятый текст. Теперь выберите себе партнера и выберите тему, допустим, погода. О чем можно говорить после погоды? А вот было время, когда до потопа не было ни жары, ни стужи и так далее. И вот тексты, которые вы видите, вы будете иметь эти презентации. Учите эти библейские тексты наизусть. И еще важно, индекс, где они записаны. Например, тема о здоровье. О чем мы можем говорить? Можем рассказать о том, что во все времена люди болели. Но вот в книге Псалтырь написано 90-й Псалом. Слышали о таком Псалме? 90-й Псалом и 10-й текст. Там написаны такие слова. Как вы видите, я за три раза не смог открыть, потому что увлечен был общением с вами. Написано, не приключится к тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. То есть, когда вы будете читать Библию по порядку, выписывайте тексты, изучайте их наизусть, и давайте им людям. И последнее. Возможно, у вас тема свадьба или любовь. Вам просто необходимо выучить библейский текст, который записан в книге Песни Песней. 8-я глава, 6-й и 7-й текст. И там написано о любви. Это замечательный текст. Сердца тают, люди слушают, а потом мы уже можем возвращаться к доктринам. Вы прочитаете эти тексты, которые касаются мужей и жен, как относиться друг к другу. Эти тексты тоже нужно знать. Последний слайд. Задание домашнее. Пообщайтесь после этого семинара с тремя, пятью людьми разного возраста. Определите их интересы. Определите интересную для вас тему. Что вам легко идет? Дальше выучите наизусть несколько библейских текстов по этой теме и молитесь о поиске человека и при встрече беседуйте с ним. Благословений вам, друзья, не разочаровывайтесь, не переживайте. Бог обязательно пошлет вам человека и вы обретете большую радость. Вообще никогда будете проповедовать Евангелие. Спасибо большое. Спасибо.